24 июня в России мы отмечаем День Чувашской Республики. Официально он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. Мы узнали, что в отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, хранится уникальная коллекция писем солдат Первой мировой войны на чувашском языке. Шестимиллионное библиотечное собрание Казанского федерального университета включает в свой состав более 35 тысяч рукописей 11-21 веков на различных языках. Среди них в отделе рукописей редких книг хранится крупная коллекция солдатских писем с разных фронтов, из госпиталей и лагерей военнопленных за 1914-1917 года. В составе этого фонда находятся также и письма родных, отправленные в воинские части и сохраненные вернувшимися солдатами с фронта. 13 декабря 1916 года в повестке чрезвычайного общего заседания общества вторым пунктом значился доклад действительного члена императорского русского географического общества Елены Владимировны Малостволовой о солдатских письмах. Будучи представительницей богатейшего рода казанских дворян, которым принадлежало имение в Долгой поляне Тетюжского уезда, Елена Владимировна смогла сформировать коллекцию солдатских писем в эти годы. На многих письмах без конвертов в верхнем правом углу есть краткое обозначение карандашом населенных пунктов Тетюжского уезда, из которых, вероятно, ей передавали эти письма. Вскоре книги и рукописи общества археологии, истории и этнографии передали в научную библиотеку Татарской республики при Казанском университете. Среди материалов была и коллекция писем солдат Первой мировой войны. Конечно, большое количество писем было написано на русском языке, но и сохранились письма, написанные на чувашском языке. Нужно сказать, что письма на чувашском языке в первую очередь символизируют многонациональный состав Тетюжского уезда Казанской губернии. Что интересно, создатель азбуки на чувашском языке Иван Яковлевич Яковлев родился тоже в Тетюжском уезде Казанской губернии. Ну и сама Малостволова, которая занималась сбором и подбором, формированием коллекции, она жила, у нее была усадьба в Тетюжском уезде Казанской губернии, и мы можем предположить, что более теплые связи были с деревнями, где проживали чуваши, и, возможно, это послужило вот таким значимым фактором при подборе и формировании сбора вот писем на чувашском языке. Когда мы смотрим на письма, написанные на чувашском языке, нужно сказать, что они все написаны на кириллице, с использованием диакритических знаков, которые помогают нам понять чувашский язык. Здесь используются как русские слова, татарские, конечно, на чувашском языке преобладают. Нужно сказать, что писали, у кого как складывалось обстоятельство, у кого-то была возможность писать чернилами, кто-то писал карандашом. Мы смотрим разные-разные собрания, их большое количество вводили рукописи редких книг. Вот здесь вот такое вот, можно обратить внимание, загрязнение. Ну и что? Можно предположить, что солдат писал в окопе. Открываем вот это письмо, и здесь как будто бы кровью, как будто бы солдат был с ранением, и в минуты битвы писал это письмо, вот обратите внимание, чернилами, да, вот здесь вот идет такая полоса. Большое число солдатских посланий написано на печатных шаблонах, текст которых должен был отразить традиционные ценности общественного сознания в соответствии с представлениями того времени. Тексты утверждались военной цензурой, издавались частными типографиями в различном оформлении. Большой интерес к письмам сохраняется со стороны музеев. Тесное сотрудничество не раз демонстрировалось в составе многих выставок, в составе экспозиции, посвященных к столетней годовщине Первой мировой войны. Демонстрировались солдатские письма из фонда отдела рукописи редких книг Библиотеки Казанского университета. Нужно помнить, что каждое письмо, которое сегодня мы с вами увидели, наполнено душой и сердцем. И того, кто писал это письмо, ни одно из них не заслуживает быть утерянным или забытым. Давайте писать письма, делиться чувствами и жить в гармонии. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Андрей Багузинов, КФУ, итоги недели.